Наконец-то я добрался до установки задней блокировки. Это русская привычка. Лучше подмазать. Моё мнение, что главный парень менять надо. Приветствую всех, друзья. Сегодня, наконец-то, я добрался до установки задней блокировки. Приехал к ребятам. 4х4 ОК в Подмосковье. И сейчас они мне будут устанавливать в задний мост блокировку АРБ. Вообще, это у меня впервые в жизни я ставлю кастомную блокировку. Не было у меня такого опыта. Вообще, я ездил на штатных блокировках. На машинах со штатными блокировками. Но вот именно такого плана АРБшный, кастомный ни разу не ставил. Не знаю, посмотрим, как оно выглядит. Ну и, собственно говоря, вот она сама блокировка. Задняя блокировка АРБ. Маркировка РД-152. Ее комплектация, значит, сама непосредственно блокировка. Она здесь расположена, вот в этом кожухе. Дальше идет пневмотрубка с кольцом. Вот такая вот она идет. В штатной комплектации она ставится отдельно. Ну, то есть разбирается. Кстати, сразу скажу, я впервые в жизни вообще ставлю блокировку. Я впервые в жизни вижу в живую блокировку АРБ. Поэтому я многих вещей просто не знаю и не понимаю технически. Так что могу где-нибудь накосячить в формулировках и в объяснениях. Ну ладно, попробуем. Дальше еще в комплекте идет такое посадочное кольцо с пружиной. Плюс здесь в комплекте идет пневмодатчик, который отключает и подключает, собственно говоря, подает давление и спускает его. Дальше идет кнопка фирменная АРБшная. Так, что тут еще фитинг. Фитинг для врезки. В кожух, в кожух хвостовика. Потом покажу, как он собирается. Что здесь? Инструкция. Сальники-уплотнители резиновые. Ну и стяжки пластиковые. В общем-то, такой же стандартный набор. Это все было здесь. Вот так вот. А, еще пневмотрубка идет тоже в комплекте. Сразу идет блокировки пневмотрубка. Дальше я взял еще обязательно, я взял сальники полуосей. Стоковые, тойотовские. Потому что их заодно надо будет поменять. Потому что полуоси задние будем скидывать. Плюс я взял сальник хвостовика. Но хвостовик мы снимать не будем. Я сальник просто брошу, пускай лежит. Как говорится, в хозяйстве пригодится. И сразу я взял вот такую прокладочку. Опять же, хвостовика. Потому что мы его будем снимать. К сожалению, вот одну я порвал. Пока при транспортировке мне ее порвали. Не очень хорошо упаковали. Я новую заказал. Здесь она уложена. То есть, это сразу тоже надо менять. Если будете ставить блокировку, то обязательно эти сальники тоже возденьте пускай будут. По крайней мере, полуоси. И прокладку надо взять точно. Корпус дифференциалов. Блокировка стоит уже внутри. Нет, ну, как бы этот корпус дифференциала, он по сути есть блокировка. Потому что обычный корпус... Он отличается от штатного, да? Ну, он отличается тем, что там один из сателлитов, он блокируется муфтой специальной. То есть, мы штатный просто снимаем и вставляем этот? Да, верно. То есть, больше ничего мы особо там работаем никаких? Там нужно подвести пневмотрубку, там чуть доработать. А куда ставится вот это? Это ставится с этой стороны. А. То есть, здесь есть такая посадка более широкая. То есть, часть посадки используется под работу сальников для передачи воздуха. Как раз вот в муфту актуатора блокировки. Все, понял. Поддаешь воздух, она блокирует один сателлит. Работировка заблокирована. Ну вот, мой родной редуктор в сборе. Стружки нет, выработки тоже не видно. Вот краска осталась. Это, видимо, заводские метки. Масло не подожженное. Ну, в общем-то, масло менялось, что, год назад. То есть, мы поставим новый... Да, мы сейчас измерения делаем до разборки. Так, чтобы потом настроить пару, как и в том же положении, в котором она была с завода. Ну, это в инструкции написано. То есть, ничего нового в этом нет. Контролируем в двух местах, чтобы... Ну, бывает, что у пары есть небольшое биение. Ну, в допуске это в районе двухтысячных дюйма. Вот, просто, чтобы учесть вот это биение. Ну, 8-9. Ну, у нас одна тысячная дюйма биение. Орвали редуктора на них, на двухсотках? Попадалось тебе? Нет, ни двухсотки я не встречал. Ни на тундре, ни на двухсотке. То есть, здесь главная пара, она хоть и называется 9,5 дюймов, она отличается от восьмидесяточной. У нее зуб шире в полтора раза. Вот. И шлицы толще. То есть, там, 32 шлица на восьмидесятке 30. И, ну, здесь с большим запасом. То есть, она здесь действительно крепкая. Вот это то, о чем я говорил, что изначально у этих автомобилей очень большой запас прочности у агрегатов. Еще, знаешь, вопрос. Такая панацея, там, каждый второй считает нужным, что... Прям написать, что обязательно нужно менять головные пары, главные пары при замене больших колес. Как ты считаешь? Ну, это однозначно правильно. Потому что ты, когда ставишь большие колеса, вот, у тебя возрастает нагрузка на коробку, возрастает нагрузка на карданы, на двигатель. И получается, что тот ряд передачных чисел, который задумал производитель, ну, соотношение передачных чисел в коробке и в мостах, то есть, как только ты ставишь большие колеса, все это смещается. То есть, у тебя получается передача на коробке намного длиннее. Вот. И, как бы, чтобы это компенсировать, нужно поменять главные пары. Тогда коробка работает в штатном режиме, то есть, нагрузка на карданы и на остальные части трансмиссии, то есть, она, ну, практически возвращается в заводской режим. Если этого не делать? Ну, во-первых, то есть, надо гораздо чаще пользоваться пониженной, это раз. Ну, это чтобы избежать перегрева автомата. Во-вторых, то есть, эффект неприятный, который может быть, ну, на машинах особенно, которые маломощные, либо у которых овердрайв слишком повышенный. Ну, кстати, на 200-ке овердрайв, если мне память не изменяет, 0,67, это очень, очень, как бы, повышенная передача. И поэтому, то есть, ну, есть риск, что на скорости, там, скажем, 100 км в час, ты будешь ехать, там, на 4-й, 5-й передаче, то есть, я не знаю, там, 6-ти ступеней, не, 6-ти ступеней, ну, значит, будешь на 5-й передаче, если уехать. Вот, то есть, она будет прыгать в овердрайв, не овердрайв, то есть, этот эффект, как бы, ну, не очень хороший. Так что, ну, заметишь, то есть, на 200-ке, принципе, запас мощности есть, и возможно, что этого, как бы, не будет в определенных режимах. Ну, если будешь ехать с прицепом или сильно груженный, то, скорее всего, это заметишь. Так что, ну, мое мнение, что главную пару менять надо. Сколько через твои руки блокировок прошло? Ну, не знаю, если считать. Да? Довольно много. Мне еще много в комментариях советовали TGM, вроде говорят, у них другая конструкция, более простая, ну, якобы, более простая. Она не более простая, TGM отличается от ARB тем, что в TGM нет передачи воздуха через вращающее соединение, то есть, вот, там колечко где-то было, но... Ну, сейчас... Вот она здесь, да? То есть, у тебя вот этот вот сил хаусинг, то есть, вот, через него, вот, у тебя постоянно вращается, то есть, даже если ты не пользуешься блокировкой, она у тебя изнашивается. Ну, то есть, у тебя изнашивается вот это место, то есть, изнашиваются сальники, но, если ты не ездишь на воде, в принципе, это, ну, несущественно, то есть, она служит нормально. То есть, эта блокировка, она, в первую очередь, боится воды, грязи, плохого масла и, ну, неправильной установки. То есть, если повредил, как бы, даже незначительно повредил, я, ну, тут уже достал изоленту, ну, чтобы сейчас ее замотать, пока мы делаем какие-то, ну, там, надеваем шестеренку, там, какие-то другие процедуры делаем необходимые, чтобы случайно не повредить вот эту плоскость, потому что даже незначительная царапка здесь, она может привести к тому, что у тебя будет часто включаться компрессор и блокировка в какой-то момент может просто не сработать. Так что так, ну, TGM чем-то лучше, ну, говорю, за счет того, что вот у нее, то есть, у нее принцип работы другой, то есть, у нее нет такого колечка, у нее есть вилка, то есть, у нее на корпусе стоит вилка, а вилку толкает уже поршень, вот, ну, соответственно, то есть, пока ты блокировку не включил, там, эти сальники не изнашиваются, вот, в остальном, как бы, принципы у всех примерно одинаковые, то есть, я не уверен, что на сотку есть, ну, в смысле, вот на эту, на 152-ю блокировку, которая, вот, 32 шлица, что есть TGM. Ну, есть TGM, ну, ты обычно вот что предпочитаешь? Ты бы что поставил? Не знаю, сложно сказать, ну, я бы поставил, честно говоря, TGM, то есть, если, когда есть выбор, то есть, я бы, я бы поставил TGM, просто потому что вот этот вот принцип с муфтой, он, как бы, более надежный, на мой взгляд, вот, ну, у TGM есть минус, то, что у нас она практически не представлена. Не ремонтопригодна. Да, и если что-то ты сломал, то, скорее всего, тебе придется покупать новую блокировку, то есть, с ARB, в этом плане, все-таки, чуть-чуть получше. Я, наверное, по этой причине же ARB взял, что, если, да, приспичь, то хотя бы можно купить, там, сальники, все, все комплектующие. Ну, на Toyota, как бы, вот, при такой конструкции моста, то есть, это, ну, практически с Toyota проблем нет, так что, можно сказать, что проблемы с ARB, они, ну, чаще они связаны с неправильной установкой, чем... Как думаешь, сколько ты, 1200 она проходит? Ну, если у тебя будет нормальное масло, то есть, оно проходит столько же, сколько и все остальные детальные масла, то есть, даже сальники сами, то есть, при нормальной эксплуатации, при хорошем масле, они не требуют замены очень долго. Ага, а чтобы потом заменить вот эти сальники, то есть, опять придется всю разбирать конструкцию, да? Да, практически. Нет, не надо будет, то есть, сейчас нам нужно снимать, получается, как бы, главную пару, то есть, нам это не придется делать, нам даже не придется снимать подшипники. То есть, на Toyota, вот эту муфту, то есть, у нас будет дифференциал, а муфта уже снимается снаружи, то есть, там, ну, не такая глобальная разборка, в принципе, ну, эту работу сможет проделать любой, ну, достаточно аккуратный следствий, у него даже, ну, каких-то знаний, работы с мостами ему всерьез не нужно, то есть, он просто должен аккуратно все сделать, разобрать и собрать в обратном порядке. В каком случае нельзя главную пару, ну, шестерню большую, натягивать на дифференциал болтами, потому что натянуть можно любую, вот, но если, например, дифференциал изготовлен не точно, вот, то, ну, пара деформируется и будет либо биение, вот, либо корпус деформируется, то есть, ну, это все нехорошо, то есть, важно посадить шестеренку, то есть, без болтов, чтобы она села до конца, то есть, вот, мы видим, у нас посадка полная, как бы, то есть, она прилегает хорошо, теперь можно уже надевать болты. Кстати, еще один момент, я упустил, что-то ребята мне, когда продавали блокировку, не сказали, что имеет смысл поменять подшипник дифференциала, вот этот, это мой подшипник, ну, на самом деле, он еще, как бы, такой, относительно неплохой, может походить, но заодно уже все-таки поставим новый. Я сторонник того, что, если один раз залез, лучше сделать сразу, чтобы потом не лезть второй раз. И, если будете менять, то обратите внимание, просто возьмите этот подшипник, сразу новый, я думаю, недорогой, наверное, там, тысячи две, три стоят, и его сразу, даже поменьше, да, сразу поменять его. Не в определенном порядке протягиваете, без разницы, как бы. Ну, изначально, как бы, крест-накрест они протягиваются, а потом уже по кругу. Это же не головка блока здесь, как бы, такой строгой. Кстати, еще одно из решений по поводу блокировки 200-й крузак. Есть комплектация, ну, в частности, которая идёт на африканские, арабские страны, комплектация GX. Там идёт Land Cruiser 200 со штатной задней блокировки, с Тойотовской именно. И можно, я знаю, так некоторые делают ребята, просто найти, допустим, где-нибудь на разборке, точнее, не на разборке, где-нибудь на дроме, либо заказать непосредственно с Эмиратов, целиком задний редуктор уже со встроенной штатной Тойотовской блокировкой. Просто снимается один редуктор, ставится другой. То есть, работа значительно проще, по цене нифига не проще, потому что штатный редуктор с блокировкой стоит, ну, где-то в районе, наверное, 90 тысяч, примерно, плюс-минус, исходя из того, что я видел на рынке. Плюс, там еще какая фишка. Штатная Тойотовская блокировка, она подключается, точнее, активируется при помощи электроактуатора. То есть, там стоит электронный актуатор, ну, электрический, точнее. Его тоже можно поставить, но у электронного актуатора есть большой минус. Со временем, поскольку там внизу летит грязь, вода отгнивает провода, он начинает подклинивать, и там раз, там, в год, в два обычно их либо перебирают, то есть, ну, как разбирают, делают диагностику, чистят, либо просто меняют там каждые пару лет эти электронные актуаторы. Делают следующим образом, покупают пневмоактуатор. То есть, ну, есть такое устройство, оно активирует блокировку за счет пневматического давления. То есть, точно так же ставится, как, ну, в моем случае, пневмомагистраль, ставится компрессор, подключается этот пневмоактуатор, и уже посредством пневматики воздуха активируется штатная блокировка. Еще одно отличие штатной блокировки в том, что, допустим, если вот здесь мы говорим про AirBash, но здесь она блокируется за счет разжимного кольца, точнее, подается на кольцо воздух, кольцо разжимается, блокировка блокируется, то в штатной блокировке там она блокируется за счет штыря. То есть, идет актуатор, который просто загоняет штырь, и, ну, грубо говоря, там, вот с помощью штыря блокируется эта вся система, блокируется задний дефенсал. Вот. На мой взгляд, это очень удобно, точнее, даже не то, что удобно, это на самом деле очень надежно, это просто. То есть, нежели вот это вот колечко пневматическое, которое может со временем, да, там, сточиться, выйти из строя, которое, возможно, придется менять, то вот этот штырь прямой, то есть, с ним ничего не будет. Ну, вот его надо, его можно только оторвать, сломать, и все. И в этом, как бы, большой плюс штатной блокировки, в этом штыре. Но то же самое, в этом и минус, потому что для того, чтобы поставить вот эту штатную пневмо, точнее, штатную блокировку, нужно поставить пневмоактуатор, либо электрический актуатор. Это такая хреновина, сейчас, ну, ближе покажу, я давайте, наверное, так пройду, покажу, которая будет торчать здесь, сзади на редукторе. Соответственно, ее, под нее, вот она ставится вот в этом месте, будет такой блок у вас управления, и, соответственно, это очень слабое место, если где-нибудь идешь по грязи, там, по говну, по снегу, то очень часто бывает, что отрывает эти актуаторы, отрывает трубки пневматические, это большой минус. Поэтому приходится делать дополнительную защиту на эту, на штатную блокировку. Вот, ну, наверное, такие, как бы, основные моменты я обсудил. Могу что-то где-то упустить, непринципиально, но в общих чертах я постарался донести, ну, свое, свои какие-то, свои знания по поводу блокировок. Кстати, параллельно со мной заехал Серега Лысенко, сюда же, к ребятам в сервис. Кто знает, вот у него такой Prado 150-й в комплектации Arctic Track, он меняет себе подвеску. У него стоит штатная подвеска, ставит себе он подвеску, подвеска называется, сейчас скажу, Terran Timer. Вот так, что она выглядит, да, вот она, Terran Timer, это новая, Terran Timer 4WD, это какой-то новый, новая модель, точнее, новый бренд на российском рынке, хотя, ребята, австралийцы давно ее производят, но в России она раньше не продавалась, я вообще про нее впервые слышу, вот Серега стоит ее будет тестировать. Меня тоже ребята предлагают, но я пока по времени, по времени просто, у меня нет возможности поставить ее, я тоже ее протестирую, мне тоже интересно постараться. Посмотрите, сравните ее с ТОМЕ, ДРБ, точнее, ТОМЕ и Айрон Мэнов. И самое-то главное, чтобы подключить непосредственно пневмо, пневмо-магистраль к этой блокировке, нужно засверлить, просверлить, точнее, отверстие, технологическое отверстие в кожухе. В комплекте идет книжка, вот такая прям инструкция, что мне нравится РБ, у них все очень круто упаковано, все прям так по фэн-шуй сделано. Здесь есть такая, ну, некоторая фотография, правда, фотография херового качества, так что, ребят, СРБ, там, ну, маленько раскошельтесь. Вот здесь хорошие фотографии, вот здесь реально, а здесь вот такая не очень хорошая фотография, где сверлиться. Вот видите, здесь такая будет трубочка, пневмо-магистраль, которая будет стоять внутри и будет она выходить из корпуса наружу. Вот сейчас Коля уже начал сверлить, вот в этом месте, вот она отсюда пойдет, причем она пойдет немножко по диагонали, что тоже неудобно, на мой взгляд. Но у других нет вариантов. Точнее, другой вариант ставить штатную тойетскую блокировку с пневмо- или электроактуатором. Ну, там другая, там в любом случае нужно сверлить дырку, потому что вот этот штырь, который работает, который активируется, он все равно проходит через корпус, там тоже нужно сверлить. Получается, вот прострелил дырку, да, вкрутил туда штуцер? Да, да. А, и вот теперь. Оленя, и оленя. Да. Здесь их надо аккуратно выставить, тоже раньше времени не прижимать, потому что вот эта гайка, она должна вращаться свободно. А, ну вот, видишь, у нас все прилегание произошло, и сезьба попала, теперь вот эта штука у нас, ну, гайка регулировочная, вращается спокойно. Ну, я отрегулировал пока на глаз, и сейчас буду уже тонкую регулировку производить. Подкладываются резинки, да, вот, которые в комплекте были? Да, они там, пазы специальные, я сейчас... Две щечки, которые на окончании. Догревает движок, она отправляет уже салфетку. Все, главное, чтобы он не перехлестнулся. Ну, с AirBet проблемы нет, то есть это китайская блокировка, когда ты вставляешь там, ну, сальник не всегда соответствует размеру паза. Ну, она стоит еще. А есть какие-то нюансы по установке этого кольца в трубке этой всей? Ну, основной нюанс это не повредить в ту трубку и... И резинки, да? И резинки. Ну, следующий нюанс то, что здесь для чего делается вот такая вот петля. То есть, у кольца должна быть свобода. То есть, вот эти вот сальники. Свобода куда? Вправо-влево, чтобы он мог двигаться? По кругу. А. Ну, то есть... А, вот он. То есть, у него вот эта свобода должна быть, то есть он не должен быть поджат. Ну, сейчас мы его зафиксируем. То есть, у него, ну, ход свободный будет гораздо меньше. Вот. Но важно, чтобы он был. Следующий нюанс то, что... Ну, ты видел то, что мы используем тут приспособу нехитрую для преднатяга. Вот. Некоторые там староверы, не знаю как это называть, ну, керном и стучат по нему. То есть, это, в принципе, там можно как-то простить при установке обычного дифференциала. Вот. Но, если мы будем таким образом вот эту аэрбэшную шайбу накручивать, у нее будут, так сказать, заусенцы. И тогда вот этот корпус сальника сядет неровно, будет с перекосом и, ну, будет пропускать блокировку. То есть, здесь важно это кольцо не подведить. То есть, вот это место, оно все хрустальное. То есть, если его как-то неаккуратно с ним будешь обращаться, то потом там, для этого здесь не будет. Вот этот легендарный обновленный фитинг АРБ. Смотрите, один маленький фитинг, а к нему столько, столько комплектующих. Причем, предыдущая первая старая версия была очень простой. Ну, очень простой фитинг по конструкции, очень надежный. Зачем его поменяли, я не знаю. Неоднократно уже слышал от ребят, что вот как только его собирать, так начинается головняк. Так, ну все, легендарный фитинг собран. Сейчас давление дадим и проверим. Где-то сейчас запит. С трубки, по-моему, самой. Ну, вот с пластиковой. Все, да? А сколько там давление? Это 8? Ну, поменьше чуть-чуть, умолня. Все, да? 8. Блин, дофига. Как-то держу, да? Ну, считаем, установка удачная, по крайней мере, на этом этапе. Да. Даже давление никуда не надевается. Ну, даже выше, чем которое должно быть. Ага. Ну, я сам понимаю, что здесь объем воздуха, только тот, который в сланге. Все, да? Питание пройдено. Удачно? Я сейчас просто пытаюсь убедиться, ну, точнее, я уже убедился, что ни при каких положениях дифференциала у нас трубка не касается корпуса блокировки. Потому что, ну, в любом случае, при движении назад-вперед у нас, как бы, вот такое небольшое движение есть. Ну, и оно должно быть. Для этого, как бы, эта петля создана. А это какие-то сервисные отверстия, что ли? Ну, это для разборки ее, скорее всего. Вот, это, ну, блокировка, она из двух половинок состоит. По этому шву она разбирается. Но это другая история совсем. Коль, расскажи еще коротко, вообще, механизм работы, принцип. То есть, вот мы подали давление на кольцо. Что происходит в этот момент? Оно разжимается? Нет, нет, это кольцо жестко, ничего здесь не разжимается. Здесь, вот, примерно вот здесь, там есть, как сказать, такой мембрана. Мембрана, то есть, большая мембрана и большой поршень с зубчиками. Это, ну, зубчики, с одной стороны, на корпусе блокировки, и с другой стороны, как бы, зубчики, которые упираются в сателлит. И они, получается, один из сателлитов, который ближний к этой стороне блокировки, они его соединяют одним целым с корпусом. И все это начинает вращаться вместе, то есть, ну, как блокировка, получается, включается. Ну, когда отпускаешь, соответственно, там обратная пружина возвращает все это дело. И сателлиты опять начинают работать, как свободный дифференциал. Возможно, вариант, что, их сорвать с зубцы? Честно, не встречал. Не сталкивался, да? Нет, то есть, проблемы с течью воздуха такое бывает. Ну, чтобы вот эта муфта была повреждена, то есть, они его делают из какого-то космического металла. Вот, и, ну, я не встречал, причем были случаи, когда, ну, ее включали тогда, когда не надо включать. Ну, вот, есть дифференциалы, ну, есть передние мосты у Toyota, в том числе, размыкая на полуосье. И, ну, соответственно, когда ты едешь с разомкой на полуосье, у тебя сателлиты все время вращаются. Вот, и был случай, что на ходу человек включил эту блокировку, вот, и, соответственно, на скорости, то есть, все это дело зашло в зацепление, то есть, машину кинуло, ну, благо удержать как-то получилось. Ага. Но, ну, думали, что блокировка все, как бы хана ей, но ничего, повреждений никаких не было обнаружено. То есть, это вот на личном опыте, то есть, с таким я сталкивался. То есть, все проблемы с этой блокировкой, которые, вот, я видел, то есть, это проблемы не механического характера, то есть, это проблемы плохого масла, грязного масла, воды, то есть, это только вот такого характера проблемы. То есть когда подшипники не изношены, когда никакого постороннего там нет в масле, ни грязи, ничего, то есть эта штука работает очень надежно, никаких проблем с ней не бывает. И вот опять же к вопросу замены масла. С установкой блокировки масла нужно менять чаще или то же самое? То есть ничего не меняется? Может быть более скрупулезно проверять, но на самом деле вот при нашей эксплуатации, когда мы ездим по бездорожью, когда мы где-то переезжаем броды особенно, ну я так понимаю, ты сейчас поедешь в холодные места, то есть тебе надо в два раза внимательно следить, потому что сальники совсем по-другому работают при холодной температуре, резина твердеет, дубеет, вот так что, ну пока эта блокировка покупается в масле, пока у тебя в мосту масло с нормальными свойствами, то есть никаких проблем не будет. Значит там не будет масла, там не только блокировка накроется, там накроется все. Ну да, то есть блокировка тоже не самая большая проблема. Все, мы сзади собрали полностью, блокировка установлена, фитинг выведен, подключен, все отлично. Можно собирать, мы поменяли подшипники, вот эти торцевые, не знаю как правильно называются, они приводные. И все, главные пары оставил штатные свои 3,9, больше здесь ничего не делали. Сейчас будем собирать все на место, выглядит конечно круто. Сразу скажу, есть вещи, которые в автомобиле я могу сделать сам, да, и иногда я делаю самостоятельно. Блокировку сам устанавливать я бы не стал, точно скажу. Работа вообще не простая, работа сложная, нужно знать, то есть нужно понимать нюансы, нужно еще уметь настраивать ее. Снять его, да, снять могу, поставить теоретически могу, но вот конкретно разобрать, поставить блокировку сам точно не смогу. И, ребята, если вы это сами никогда не делали, тоже не советую. Единственное, как можно самостоятельно снять редуктор, отвезти его к парням, они его переберут, соберут, отдадут уже готовый кит, готовый редуктор, вы приедете, на место его поставите. Вот такой вариант, да, возможен. Это русская привычка. Лучше подмазать. Не, нормально, я тоже всегда мажу. Когда есть герметик, лучше намазать. Ну и заодно, поскольку задние полуоси все равно сдергивались, то сразу решили поменять сальники. Я про них говорил, их показывал, про них. Вот такие сальники, вот на пар номера. И сразу, кстати, смесь с сальниками в комплекте обычно идут такие вот маленькие резинки, подкладки, да, так называемые. Уплотнительные кольца, точнее. Первый раз забыли их мне положить, Виталик забыл положить, потом достал отдельно, так что тоже будьте внимательны. И сразу, если будете заказывать сальники, то сразу берите эти уплотнительные кольца. Все равно ставится вот туда, сверху. Сейчас все покажу я вам. В принципе, сальник более-менее живой, но лучше поменять, как раз уж сразу, полезно. И вот тут еще на тысячу лет хватит. Посадка широкая. То есть Toyota тебя оставила. И здесь тоже посадочная, ну где сальник ходит, то есть вот эта площадка, она тоже широкая. И получается, что если вдруг у тебя здесь канавка выработалась, ты можешь сальник либо глубже, либо наоборот чуть наружу. Вот, и чтобы по новому месту ходила. То есть еще на тысячу лет. Ну да. Ну хотя то кольцо тоже сменное, так что в принципе оно меняется вместе с полуоси. Ой, с подшипником полуоси. Все, собрали задний мост полностью, полуоси все на месте. Сейчас зальем масло в редуктор и, как говорится, путь. Посоветовался с ребятами немного, почитал интернет, форумы и все-таки решил блокировки ставить на отдельный компрессор. У меня сейчас стоит уже встроенная штатная пневмосистема на базе Беркута 24, плюс ресивер 6-литровый. Но есть минус у этой системы, моей компрессорной, стационарной, в том, что, допустим, на Чукотке однажды у меня, видимо, скопился конденсат и немножко перехватило трубку. Соответственно, перестал работать ресивер, перестал держать. Соответственно, если бы у меня была подключена блокировка к этой системе, то блокировку я бы хрен запустил. Вот такой вот минус. И поэтому я решил эти системы разнести и поставить отдельный маленький ARB штатный компрессор. Самый маленький, самый простой компрессор ARB. Точнее, сейчас он называется Airlock, Air Occupation System. Модель, не знаю, какая, подпишу. В общем, самый маленький, самый простой, он 1804. На две блокировки его хватит с лихвой. То есть, больше не надо. Он будет только на блокировке, этот компрессор. А штатная пневмосистема у меня так и останется отдельно. Потом подумаю, переработаю концепцию, может быть, объединю каким-то образом в один большой, мощный компрессор. Ну, в общем, это потом. Сейчас в первую очередь подключим этот компрессор к моей новой блокировке. У оборудования ARB вообще очень круто, все качественно сделано. Смотрите, вся проводка уже есть в комплекте с компрессором. То есть, вот видите, прям такие офигенные, красивые цветные провода. Фишки, коннекторы. Все подписано. Так, ой. То есть, все подписано. Свич 1, там, Свич 2, компрессор. То есть, все понятно, есть инструкция. Все вообще офигенно, удобно. Сейчас просто подключить стык в стык. То есть, не надо придумывать, не надо ничего изобретать. Открыл инструкцию, посмотрел, какой стык куда. Точнее, какая коса на куглую кнопку. И все подключается, все работает сразу. Компрессор устанавливаю сюда же, где у меня уже есть разводка. Таким вот образом, боком еще наварили один кронштейн. Прям уже получилась целая пейзанская башня. И все эти провода тоже здесь. На самом деле, проводов все больше и больше. Трубок тоже. Надо что-то с этим делать. Как-то надо решать эту задачу. Потому что вот с этой стороны, смотрите, тут несколько шлейфов идет. И самое-то интересное, вот здесь, здесь просто вот пучок проводов, куча на клемме. Приеду с экспедиции, буду, наверное, что-то придумывать. Подключили пневмомагистрально заднюю блокировку. Трубочку протянули. Тут, конечно, не очень удобно то, что мост у нас подвижный задний. Соответственно, на трубке есть некоторая степень подвижности. Но пустили ее по тяге. Думаю, все должно быть нормально. Ну и вообще здесь ее понизу только неудобно было тянуть. Сложно. Ага. Да, теперь в одну сторону. Все супер. Блокировочка работает. Так, на управление вывел сюда, вот на эту панель, которую заказывал. Раньше уже показывал вам ее, ребят. Кнопки штатные, кстати, кнопки были в комплекте. Сама блокировка, точнее, сам компрессор и сама блокировка. Блокировка включается после включения компрессора. А выключается? Выключать можно в любое время. Но ты можешь и одной кнопкой это выключать, а можешь и по очереди. А если я компрессор отключаю, то блокировка тоже отключается? Да. Все, блокировка выдохнула. А, то есть они работают только с компрессором. И, соответственно, вот третья кнопка здесь, можно поставить переднюю блокировку. И переднюю блокировку ты сможешь включить только после включения задней. То есть устроена так схема. То есть ты переднюю блокировку без задней включить не можешь. Ну, собственно, потому что задняя блокировка основная. То есть переднюю блокировку включаешь в экстренных случаях. Да, все понял. Ну, все. ну так же выключать но чтобы не включать две кнопки каждый раз удобно пользоваться там одной то есть одна у тебя зафиксирована канада включил не листать несколько включателей сам привычный готовый инсталлированный компрессор вот такая такой конштейн крепления достаточно крепко держится на есть никуда не денется ну сам компрессор маленький поэтому тут особой нагрузки нет осталось еще вниз до 1 для передней блокировки и вот здесь будет второй порт этот второй датчик для тоже для передней блокировки в общем то вот как обычно меня здесь под капотом куча всего страшного все блокировка установлена едем проверять смотреть сейчас правда темно уже особо ничего не поснимаю но поезжу маленько потестирую и потом обязательно дополню это видео своим отзывом кстати блокировку покупал у своего проверенного поставщика и товарища виталия леонова здесь ссылочка так что за блокировками к нему ну и все я поехал мне сегодня хватит а Продолжение следует...